Итак, начинаем казахскую энергетическую зарядку. Начинаем мы его с приветствия этому миру, ворочившись в сторону Солнца. И про себя приветствуем этот мир. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, мир Солнца. Папа! Доброе утро, мир Солнца. Папа! 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 Если ступить на мать, она очень скользкая. Засберемся. Здесь мелко. Доброе утро, наши друзья, наши родные институты. Доброе утро, мир Солнца. Доброе утро, все люди добрые журналисты. Доброе утро. И начинаем с дыхания. При вдохе наполняем через руки энергией пространства солнечное сплетение, при выдохе выпускаем его через руки наружу. Мы находимся в местности под названием Букский каньон, река Бирский Тикич в Черкасской области. Так, делаем пальцы репешками и массируем голову хорошенько, не жалея себя, чтобы пробудить мозг. Ничего страшного, потом нужно будет опять причесаться. Потом нужно будет снова причесаться, а для этого у нас есть специальное упражнение тоже. Помассировали и причесываем все. И сбрасываем все, что нам не нужно. Если что-то нехорошее приснилось, мы его взяли и сбросили. Сместились чуть-чуть в сторону и дышим. Очень важно. Колени немного согнуты. Животик тянут. На лице улыбка. Кто не улыбается, тот приседает, для того, чтобы исчезла, исчез застой в организме. Итак, следующее упражнение. Нашли точку третий глаз и с усилием так массируем и массируем, надавливая лбом прямо на палец. Красенечко. А пальцем на лоб можно? Можно, но лучше лбом на палец. В одном нифе. Теперь височные впадины. Очень такие важные точки, отвечающие за энергетику. Да, кстати, зарядку мы делаем босиком. Желательно, стоя на земле или на камне. Ну, что у вас есть? Кто делает дом, от понятного на палец. Но лучше выйти на улицу и там делать, если у вас не зима. Теперь основанием ладони разглаживаем морщины. Если делать это регулярно, никаких морщин не будет. Дети, берите на заметку. И теперь пальцы гинцетиками и прорабатываем брови. Со всей силы, так хорошенечко. Нам это поможет в нашей навигации по жизни. Если на бровях что-то запуталось с ночи, это тоже можно сбросить. А мы же не знаем, запуталось оно или нет. Нам не видно. Чуть-чуть сместились и выше. Брови чуть-чуть. Ты будешь как-то или не заделать? Замечательно. Комплекс соколиное или орлиное зрение. Кто вам больше нравится? Сначала смотрим с максимальной амплитудой. Влево-вправо. Влево вдох, вправо выдох. Вверх-вниз. Рисуем глазами окружность с максимальной амплитудой. И в другую сторону три раза. Очень важно делать это плавно, без рывков. Теперь рисуем букву W. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Вниз, вверх. И так три раза. Теперь рисуем глазами квадрат. На движении вниз и влево выдох. Вверх и вправо вдох. Ага, ты будешь обливаться? Черт, он будет опуниться. Нет, нет. Стой. И в другую сторону природы. Расстраиваем диагональю квадрата. Головой не крутим, только глаза двигаются. И рисуем знак бесконечности. Перевернутый восьмеркой. И в другую сторону. Замечательно. Поморгали как следует. Хорошо, надо проморгаться. Теперь закрыли глаза. Указательными пальцами немного надавили на глазные яблоки, чтобы пошли такие цветные круги. Это кровоснабжение наше. Еще промассировали. Замечательно. Теперь следующее упражнение. Глаза не открываем. Закрыли глаза. И трем ладони друга в друга. Сильно-сильно, чтобы ладоням горячо стало. Быстро-быстро. Еще быстрее. Еще быстрее. Немного разводим пальцы, чтобы они заходили друг на друга. И продолжаем быстро-быстро-быстро тереть. Глаза не открываем. Накрыли ладонями глаза. Открыли глаза. Руки не убираем. Попробовали посмотреть сквозь ладони. Если у кого-нибудь что-нибудь видно, можете как-то прокомментировать потом. И дышим. Вдох через пальцы рук. Собираем энергию в солнечном сплетении. На выдохе направляем через центр ладони в глаза. Закрыли глаза. Убираем руки. Открыли глаза. При этом немного меняется, улучшается яркость, световосприятие. В общем, сплошной позитив. Сместили в сторону. И дышим. Следующее, что нам надо проработать. Работаем с носом. Делаем пальцы указочками. И прорабатываем гайморовые пазуки. Нос. Можно сбросить с носа все, что нам не нужно. А, массируем пятачок. В одну сторону, в другую. Замечательно. Теперь поставили палец под носом, над верхней губой. Это точка нашатыря. Если человек при вас потерял сознание, вы можете привести его в чувство, сильно надавив на эту точку. Но не так, конечно, чтобы ему травму нанести. Показатель, что вы правильно это делаете, немного выделяется слюна. Теперь прорабатываем такие же точки над клыками. Улыбнулись. Улыбку зафиксировали. И точка под нижней губой. Тоже массируем. И теперь профилактика третьего подбородка. Или второго у кого-нибудь, третьего нет. Так, берем и скручиваем. Как будто у нас нет борода. Да, как будто нам надо разгладить бороду старика Катабычи, которую мы для прикола себе прикрепили. Она не отвалится. Отвалится, конечно, если так хорошо делать следует. Замечательно. Теперь уши. Опять пальцы пинцетиками и работаем с мочками ушей. Хорошенько так, чтобы немного больно стало. На ушах вообще много всяких точек, которые позволяют нам восстанавливать здоровье без помощи докторов. Потом массируем. Колени согнуты, да, да. Улыбаемся. Помассировали мочки ушей, поднимаемся выше. По внешнему краю уха. Как хорошенечко тоже проминаем кровоснабжение. Потом по внутреннему хрящику. Прорабатываем. И совсем внуки помассировали. А потом лепим пельмени. Или вареники. Нет, манты. Манты пельмени. Вот так. А еще хинкалю можно лепить. И как они японские называются. Ага. А японские не знаю. А, эти, гьодзо. И теперь поздравляем себя с дня рождения. Не с днем рождения, а с дня рождения. День начался. Вот так хорошенечко себя так поздравили. И разглаживаем ушки на макушке. Потому что мы их оттянули хорошо. Теперь надо их вернуть в исходное состояние. В обратное положение. Да? Да. А тут у нас находится. Замечательно. Сместили в сторону. И дышим. А колени согнуты. Улыбаемся. Если я хочу. Воздух чистый, свежий. Я хочу рюкать. Воздух свежий. Настроение хорошее. Речка шумит. Речка шумит. Все замечательно. Следующий комплекс. А если что? Да. Кто не улыбается, тому троечка. А давайте за тех, кто сейчас не улыбался, три раза присели. Раз. Два. Три. А давайте еще три раза за тех, кто не смотрит в зарядку. Ну, еще три раза для хорошего настроения. Замечательно. Молодцы. Георгий, вылезь, пожалуйста. Не на камень вылезь, а сюда вылезь. К нам. Так, вернемся к нашим. Следующий у нас для шеи. Шея очень важная. Начинаем мы с поворотов головы. А, да, тыпицы. Кошечки. Вот так вот проглаживаем, проглаживаем свою щитовидную железу, лимфатическую систему. Сначала снизу вверх. Это для щитовидки. Потом можно сверху вниз. Для лимфы. Замечательно. Значит, комплекс для шеи. Все делаем плавно, без рывков, но с максимальной амплитудой, насколько шея позволяет. Если похрустывает, это хорошо. Это значит, что там пошла работа. Поворот. Вдох влево, выдох вправо. Вверх-вниз. Кладем голову на бок. Не плечо тянем к уху, а ухо к плечу. Потому что поднять плечо к уху может любой, ну почти. А вот правильно сделать не любой. Теперь рисуем подбородком окружность. Три раза в одну сторону, и три раза в другую. Рисуем квадрат подоквадров. Делаем резкие движения, но с фиксацией в каждом углу. Расстраиваем диагонали. Максимально голову поворачиваем. И в другую сторону. И рисуем подбородком знак бесконечности. Максимально. И в другую сторону. В другую сторону совсем не естественно. Но это именно то, где стоит над собой работать. Вот у меня немного шея покрустывает. Теперь упражнение, которое экономит 200-300 евро. Не надо будет вправлять атланту. Называется черепашка. Вот черепашка голову из панциря высунула, спрятала. Высунула, спрятала. Вытягиваем на выдохе. Втягиваем на вдохе. На вдохе лопатки сводим. Если вы правильно делаете это упражнение, у вас вот это вот полка начинает немного так греть. Себя начинает греть. Рекомендуется делать 49 раз, но мы сегодня немного ленивые и опаздываем к завтраку, поэтому делаем только 21. Ну это тоже неплохо. Ну как, 7 по 3. Замечательно. Так, свестили в сторону и дышим. Теперь начинается самый интересный комплекс. Лебединое дыхание. Самое важное. Три есть правила. Первое. Руки не опускаем. Второе. Улыбаемся. Колени согнуты. Третье. Работаем с энергией. Руки держат энергию, а не с физической силой. Начинаем с обычного школьного упражнения. Руки держат энергию, а не с физической силой. Доворачивая себя. В сторону. Прямо. В сторону. Прямо. 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 Вытянули руки вперед, делаем ножнички. Вот сейчас мы прорабатываем средний отдел легких, которые работают у нас намного меньше, чем должен, чем он может. Вот надо чувствовать, как по рукам течет энергия. На 5-6 вдох, на 5-6 движений мы делаем вдох, на 5-6 движений делаем выдох. Вот надо чувствовать, как энергия заходит через пальцы рук, собирается и потом через ладони выходит. И именно этот поток энергии держит руки. Руки не опускаем. Такое теплое. Колени согнуты. Улыбаемся. Аж теплое, как будто что-то течет. Софенька, руки выше. Вообще, при достаточной практике и умении работать с энергией, это упражнение можно делать часами. Нет, я по воде. Так что, если вы до сих пор не опустили руки, вы уже победители, вы уже победили нескольких бодибилдеров, у которых руки накаченные, но они одновременно тяжелые и не умеют работать с энергией. Поэтому руки у них уже опустились, а у вас еще нет. Правда? Держим, держим. Куда руки опускаем? Вот, молодец. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Легкие просто счастливы сейчас. Скажи. Поставили руки вперед. Куратинка. А еще не то, что надо еще свежий воздух заходить. Да. О, я чувствую, меня уже задерживают мышки. Вот я в этом упражнении, я чувствую, как энергия идет. В ножничках не особо чувствую. А я чувствую. Ну, какая-то у меня молодец. А, Руся, руки должны быть прямые. Значит, они считаются. Вот руки вместе, смотри. Вот я чувствую, как будто у меня между руками я перекатываю шарик. Знаешь, вот это так можно сделать, как будто ты держишь в невидимом шарик. Да, да, да. Можно еще руки как немножко. Слышишь, в виде такого шара? Блин, это зачем? Хороший шарик. Вытянули руки вперед, пальцы сжимаем. Сжимаем, сжимаем. Пальцы должны как будто выстреливать. Сильно. Если тяжело делать, можно немножко поперемещаться взад-вперед. Продолжаем, продолжаем делать, продолжаем, продолжаем. Это для себя же делаем. Вот сердце у нас сжимается и разжимается так всю жизнь. Никогда не останавливается. А если бы оно сказало, нет, все, я отдохну немножко. Я немножко, буквально пару минут, подождите, я отдохну, хорошо? Ладно? Ну что происходит с человеком? Может уже больше ничего не прицелить, правда? Я знаю, что это упражнение делать не так просто, даже когда работаешь с энергии. Поэтому будем считать. Всего лишь будем, ну, посчитаем. А до сколько посчитаем? До десяти? Давай. Или от десяти? Давай. Ну давай, от десяти. Десять. Я буду считать. Десять. Девять. Сжимаем, 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 сжимаем. Колени согнуты. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Три. О, четыре забыл. Четыре. Три. А, три уже было, да? Да. Два. Один. Ты как-то прикалываешься, да? Ноль пять. Ноль двадцать пять. Ноль один. Ноль, 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 ноль. Ноль. Сжали. И полетели. Ха. 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 И полетели. Вот ради этого все делалось. Быстро, 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 быстро машем руками. Учимся летать. Кто сказал, что люди не летают? Люди летают. Уземляются плохо. Летают очень хорошо. Надо быстро, быстро махать, чтобы кисти рук наполнили с кровью. Убираем капиллярное застое. Самое сложное. Быстро, быстро, быстро. И назад. Прилетаем обратно. Летим, 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 летим. Кисти прямо набрались энергии, крови, кислорода. Да. Они прямо радуются. Летим, 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 летим еще. Прилетели. Зайцы играют на барабане. Утка. Какая утка? Утка не может играть на барабане. Лапами разве что. Да. А мы же не лапами. Мы передними лапами. Как зайцы. Зайцы видела кого-нибудь на барабане? Ну, увидишь еще. Как я тел. Качаем бицепс. Зайцы качает бицепс. Сокия, посмотри как. Вот так. Себе. Кисти должны прямо отрываться. Так. С максимальной амплитудой. Вытряхиваем все, что нам не нужно. Я чувствую, что это магнитное поле. Отбиваемся от комаров. Смотрите, как мы хорошо отбились. Комаров-то и нет. Почти. Отбиваемся от тех. Да не, нам вот так надо. Кулаками ты их не отгонишь. И радуемся. Радуемся. Козлик заканчивается. Радуемся. Ура. Дальше их радуемся. Жали. Фу. 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 Замечательно. Молодцы. И восстанавливаем дыхание упражнением Барон Мюнхгаузен. Барон Мюнхгаузен известен не тем, что он летал на ядре, путешествовал на Луну, был проглощен хитом, а тем, что он никогда никого не обманывал. Вот одна из ситуаций, в которую он попал, с конем провалился в болото и сам себя вытащил за волосы вместе с конем. Каждому из нас стоит периодически вытаскивать себя из болота. Если вы будете это делать хотя бы по утрам, а лучше еще и днем и вечером, вы себя вытащите из любого болота. Для этого с болота опускаемся, делаем вдох и за макушку себя тянем, тянем, тянем из болота. Небезательно за волосы, нужно метафорически, но вытянуться вверх к солнцу обязательно. Я на пуантах не умею стоять. Всему свое время научишься на пуантах. Не хочу. Я больно не хочу. Замечательно. Сейчас мы очень мощно прокачали свою сердечно-сосудистую систему, дыхательную систему. Я думаю, что у вас есть вода, рекомендую попить воды. А поскольку у нас вода мимо течет, но мы с собой не взяли, поэтому кто не пьет воду, тот приседает. Замечательно. Теперь переходим к комплексу всяких бытовых и сельскохозяйственных дел. Первое, что нам надо, это протереть небо. Раньше мы протирали окно, но это было не так интересно, как протирать небо. Замечательно. Протерли. По этому поводу надо поиграть на гармошке. А давайте побыстрее поиграем. Рамштайн, например. Или скутер. Или кто там есть из современных исполнителей. Билли Айлиш, по-моему, не исполняет на баяне ничего. На гармошке. А жалко. А на балалайке. На балалайке, да. Так, теперь надо порубить дрова. Замечательно. Врубили дрова, теперь косим траву. Ну, вы уж все скосили прям. Молодцы. Так. Сейчас. Какое у нас следующее упражнение? Следующее упражнение у нас будет... Ага, да. Книжечка. Как делается книжечка? Максимально запрокинуться назад. На выдохе дотянуться до земли. Обхватить себя за голени. И дотянуть еще. Дыхание свободное. Потом, напрягая спину, это очень важно. Плавно выпрямляемся. Почему важно напрягать спину? При любом... Когда вы нагибаетесь и встаете, или поднимаете что-то, обязательно нужно напрягать мышцы спины, чтобы избежать травм позвоночника. Это должно стать вашей привычкой. Я заметил это за собой, насколько комфортнее стало поднимать тяжести. Вот когда я концентрируюсь на том, чтобы напрячь мышцы, окружающие позвоночник. Теперь движение тазом. Сначала туловище остается на месте. Двигается только таз. Немного. По малому кругу. В одну сторону и в другую. По три раза. А потом как следует... Танец живота. Отлично. Теперь работаем с коленями. Поставили... Безымянный палец должен лечь в такую ямку под коленом, на наружной части колена, вот здесь. Вот. И пока мы делаем упражнение с коленями, мы прорабатываем эту точку. Поставили ноги вместе и в одну сторону три раза. И в другую сторону. Замечательно. Вот мы проработали почти все, кроме стоп. Со стопами тоже нужно очень-нибудь поработать. Я постараюсь, чтобы меня было видно. А, давайте сначала подышим, потому что давно не дышали. Сместили в сторону. И дышим. А, стеренько-стеренько. Вообще, на дыхании можно делать упражнение после каждого блока. Значит, как мы работаем со стопой? Ну, начнем мы с перекатов с носка на пятку. Потом лодочки. Одна нога на наружной стороне, другая на внутренней. Теперь делаем такое круговое движение по наружной стороне стоп, пятки, носки. В одну сторону и в другую сторону. Не знаю, насколько это будет видно, конечно. Замечательно. Теперь. Походили на пятках. Очень важно держать колени согнутыми. Извини, пожалуйста. Да, тут, конечно, твердовато для этого. Мы, конечно, достаточно изнеженное существо. Теперь на носках. Походили. Колени согнуты. Совсем другое ощущение, правда? А как будто мы пройдемся. Теперь вот такой шаг. Сейчас, цепь, поднимаешь? Можно что-то подниму? На наружных поверхностях. Такой перекрестный шаг. Конечно, на земле было бы гораздо удобнее. Ой, извини, пожалуйста. И на внутренних сторонах. Стоп, вот так. Поставили левую ногу на пятку. И поджимали, поджимали пальцы. То есть пальцы нужно сжать в кулак. И они должны расходиться полностью. У кого не расходятся, делайте упражнения регулярно. Они будут расходиться. И другую ногу. Можно делать небыстро, в своем темпе. Замечательно. Теперь тянем наружную сторону. Опираемся. Выворачиваем ногу. Опираемся. И немножко, немного переносим на нее вес тела. Чтобы вы почувствовали, как по внутренней части бедра пошло напряжение. Одну ногу. Лучше сначала левую, потом правую. Оп. Теперь поставили ногу на большой палец. И нужно сделать такое движение, встряхивание стопой. Его сложно показать. Но вот я могу показать пальцами. Вот так вот. То есть двигается только стопа. Его, конечно, будет не очень видно. И не могу сказать, что у меня получается очень хорошо. Но надо практиковаться. Одну ногу. И вторую. Рукой так можно и не делать. Я двигаю ногой для большей демонстративности. Но вообще двигаться должна только стопа. Даже ни колени, ни боли не должна быть задействована. И делаем упражнение на дыхание. Замечательно. Вот мы проделали комплекс энергетической зарядки для всего организма. Теперь осталось только поблагодарить этот мир за то, что наступило такое замечательное утро. Это река Бирский Кит. Сборный поток что-то будет? Я тоже хочу. Папа, я тоже хочу. Какое ровное, каменистое дно. Что вам сказать? Очень приятно ходить. Оно как в ковер. Ты тоже хочешь. Ну, сама. Ну, я как бы буду в этом окунаться. А у тебя есть во что-то явиться? Ну, должно быть. Ну, давай. В одежде? А? В одежде? Нет, ну, как бы. Я думаю, что я окунусь здесь. И буду тоже окуна. Хорошо? Я буду читать. Папа, а можно в круселях какую-нибудь? Можно. Ну и как там? Хорошо? Хорошо. Что вам сказать? Круто. Тут, конечно, мелко. Слишком мелко, чтобы плавать. Но чтобы окунуться, это идеальное место.